Раф, я переслушал урок несколько раз и не понял, где мы, как мы пользуемся внешними желаниями, внешними келем. Как мы можем отфильтровать, отсортировать такую большую науку, как мы можем уподобить все эти посылы для них? Вообще, как действует механизм, когда из чего-то такого громадного приходим к чему-то маленькому, что подходит людям, которые кабалу не изучают? Они не должны учить кабалу, они не должны знать даже о кабале. Они должны только знать об одном — постепенно, посредством распространения наших внутренних действий, о которых они не знают. Также это постепенно капает к ним, перетекает к ним разум, понимание, наш подход, даже несмотря на то, что они не понимают, что происходит, они вдруг начинают говорить об этом, понимать это, чувствовать это. Это объединение келим, так происходит, несмотря на то, что они абсолютно противоположны нам. Но так произойдет. И именно таким образом, что мы не добавим им от науки кабала абсолютно ничего, а мы с ними говорим только об одном — о том, что объединение им на пользу. Всего-навсего объединение на пользу, потому что это то, что на самом деле и нам необходимо, только мы постигаем объединение посредством нашей внутренней работы, когда нам в соответствии с этим раскрывается келим. А у них нет таких келимов, поэтому мы говорим с ними об объединении на их уровне. Всё. Да поможет человек ближнему, стоит быть вместе и перестать воевать. Воевать надо с нашим эгоизмом, а не один с другим. Каждый, насколько он в состоянии, должен воевать с самим собой, чтобы быть ближе к другим и так далее. То есть всё это — это то, что они могут слышать. Реализовать, конечно же, нет. А услышать и понять, что таким образом всем будет хорошо, да. И так, таким образом, если каждый из них подумает на один грамм, на одну минуту в день, о том, что можно уйти от проблемы, прийти к хорошей, нормальной, спокойной жизни посредством того, что мы будем ближе друг к другу, если каждый подумает об этом хотя бы одну минуту, то уже произойдёт огромное изменение в мире. Мы уже тем самым начнём ломать злую силу в этом мире. Редактор субтитров А.Сёмкин